Здравствуйте, с вами мой влог Ничего Святого с Сергеем Поярковым. Я тут художник, который может увидеть каждого. Накопилось огромное количество новостей, и все они так или иначе связаны именно с коронавирусом. Я когда увидел вот первый раз фото коронавируса, я, вы знаете, слегка забеспокоился. Я просто понял, что коронавирус на фотографии, ну, выглядит достаточно симпатично. Все такие равносветные рожки, такой кругленький, как еще его так осветили хорошо. То есть я как-то начал волноваться, потому что когда природа, наконец, будет определяться, на чью сторону она встанет, на сторону коронавируса или многострадального человечества, тут очень важно, на кого конкретно из нас природа обратит внимание. Потому что коронавирус, он симпатичный, а вот у нас все гораздо хуже. Если, не дай бог, природа посмотрит на отвратительные морды слуг народа, например, на эту рожу Сивоха, или на эту харю Макса Бушинского, или это мерзкое ядро Юзика, или харю Дубинского, я очень начинаю переживать, что ее симпатии будут на стороне коронавируса. Потому что, знаете, как-то вот они не похожи там ни на Стетхема, ни на Джорджа Клуни. В общем, как-то вот, как-то вот, как-то вот, как-то вот, что-то слуги народа, как-то выглядит не очень презентабельно, если их, конечно, сравнивать с фотографией коронавируса. Дальше. Меня возмутило, как на наших политиков стали наговаривать эти мерзкие московские попы, как их этот патриарх. Это же, по-моему, и наш патриарх тоже, вот этот вот, выживший из ума, сказал, что Филарет и, по-моему, их московский, что оказывается, коронавирус – это наказание за гомосексуальные браки. И вот это, вот это уже наглое вранье. Я не верю! Я не верю ни на одну секунду, что что-то подобное могло произойти между, допустим, Шаховым и Хорошковским. То есть, подождите, я не на… Ну, у Хорошковского я там пару раз шапочно общались, а вот, ну, Шахов вроде нормальный мужик. Послушайте, ну, если его и наказали, ну, мне кажется, точно не за это. И я не верю, что между Шаховым и Хорошковским могло что-то быть. Больше того, я категорически настаиваю, что Богдан с Хамутынником, которые тоже были в Куршавеле, ну, я не верю, что между ними могли быть подобные отношения, за которые церковники, вот, говорят, что нам был дан коронавирус. Мне кажется, что напутали церковники, а не наши политики. Дальше. Максимально внешне на коронавирус, вообще-то, похоже, именно вот эта вот тёлка Маруф с этими синими волосами. Видели её, да, вот этот вот ролик недавний? Совершенно идиотический ролик. Я просто понял, что вот эта вот недоделанная Мальвина пытается канать под недоношенный коронавирус для того, чтобы как-то разжалобить украинское консульство в Москве. Её ролик показывает нам абсолютно очевидную вещь, что она либо невероятного планетарного масштаба конченая жлобиха, вот такая вот, ну, такая жлобиха, такая вот скаридная жадюга, либо она наглая, безбашенная лгунья, которая всё время нам брехала. Эта дура попёрлась в Москву, наплевав на то, что Москва – это страна-агрессор, что русские убивают наших солдат и мирных граждан, она туда попёрлась накосить бабла. Причём во время эпидемии, накануне эпидемии, прекрасно зная, что в мире объявляют карантин, и она чесала бабло. Ну, если она, конечно, не врёт, да? Если она не просила милостыню на вокзале, а зарабатывала деньги на сцене, тогда у меня возникает вопрос. Первое. Если ты заработала деньги и нам не врёшь, если тебе реально платят за то, что ты делаешь, и платят неплохо, то есть если ты звезда, а не прошманда, тогда в чём вопрос? Зачем тебе нужно украинское консульство? Вернуться без всяких проблем из Москвы в Киев можно за какие-то вонючие 15-20 тысяч долларов. То есть, собственно, за эти же копейки, ну, если ты звезда, а не прошманда, если ты не врёшь нам, что ты популярная и зарабатывающая, можно спокойно отсидеть пару месяцев в Москве в гостинице, взять в аренду хороший автомобиль и вообще никуда не возвращаться. Либо за те же бабки вернуться. Зачем тебе, дура синеволосая, выклянчивать украинского консульства полку в плацкартном вагоне или место в транспортном самолёте, тогда у меня возникает большое сомнение, что Маруф зарабатывает деньги. Ну, потому что нельзя быть настолько жлобихой, чтобы какие-то несчастные три копейки молча, молча не потратить спокойно на своё возвращение в Украину без понтов. Либо Боров нам брешет. То есть на самом деле ей никто ничего не платит. На самом деле она создаёт только понты и иллюзию, что она кому-то нужна. На самом деле такая полубомжующая недозвезда, у которой нет денег ни самостоятельно вернуться, ни снять нормальную гостиницу в Москве. Тогда Мальвина и синеволосая королева бомжей. Нет денег на гостиницу нормальную в Москву. В Воронеже нищебродка. В Тулу, в Рязань, в Омск, в Брянск. Там таких нищебродок, как ты, примут за меньшие деньги. И не парь нам больше, что ты стоишь хотя бы три копейки, если ты себе даже не смогла заработать сама без обращения в украинское консульство. У меня, кстати, родственница сейчас, работает в Польше. И она не кричит, чтобы ее волшебник в голубом вертолете возвращал. Она продолжает работать и зарабатывать деньги. Ничего страшного. И никто не воет. Вообще ни у кого нет претензий. Коронавирус. Че ты разгавкалась, дура синеволосая? У тебя нет денег? Взяла портрет Путина, наполировала свои синие копыта и поскакала в российскую глубинку. Нормальные люди не жалуются. Ну вот у меня билеты, пожалуйста, были. В Лос-Анджелес, там, отель. Из Лос-Анджелеса мы должны были лететь в Нью-Йорк. Там тоже отель забронирован. Да ничего страшного. Дело житейское. Мы же не бомжи, как Маруф, которые за три копейки начинают христорадничать. Это только эта тупая бомжиха брехливая начинает рассказывать, что у нее проблемы. Нищебродка пророссийская. Научись зарабатывать деньги. Сама не умеешь? Ну, найди себе какого-то приличного мальчика. Я понимаю, что ты страшненькая и безголосенькая, но ты постарайся. Ну, может, хоть кому-то понравишься. Не будешь нищебродка христорадничать, чтобы тебя вернули. Ты же всем паришь, дура, что ты звезда, популярная, обеспеченная. Ты или брехуха, или жлобиха. Поэтому я жду официального ответа от Маруф. Ты жлобиха или брехуха. Потому что, насколько я понимаю, вот все люди, кто зарабатывают деньги сейчас, реальные звезды, реальные бизнесмены, они не просят помощи у государства. Они сами помогают государству и людям. Но это люди, а не Марувы. Поэтому чья бы Маруфа мычала, а вот твоя бы молчала. Дальше, друзья мои. Следующая, так сказать, темочка. Я тут достаточно давно сижу дома. И я с удивлением обнаружил, что у меня дочка-пятиклассница, оказывается, она умеет делать суши. То есть вот она мне сегодня сделала суши. Вчера она испекла фонданы. У нас, казалось бы, ну сколько мы на карантине? Но у нас уже аллергия на пикники. Я уже не могу больше на углях жарить мясо. Я не знаю, как мы с вами все это переживем. Вообще-то ученые по всему миру, они говорят, что на самом деле вот этот коронавирус, это такое вот испытание, как в Швеции. Я недавно говорил, опять-таки, с друзьями из Швеции. Я понял, что самое правильное переживание коронавируса придумали шведы. Я сравнил с тем, как это делают мои друзья в Австралии, мои друзья в Америке, в Канаде, в Латинской Америке, даже в Африке. Я даже звонил друзьям в Центрально-Африканскую Республику. Так вот шведы, они удачнее всех переживают коронавирус. Видите ли, у них старшее поколение, как правило, живет на 99% отдельно от младшего поколения. Это их принципиально отличает от нас и от итальянцев. Так вот у них карантин введен только для людей старшего поколения. А в школах, садиках и в офисах туда не ходят только те, у кого есть реальные сопли и признаки какой-то болезни. Мне кажется, что коронавирус, опять-таки, это такая штука, которую нам всем нужно пережить. Вообще мне представляется, что Зеленский и слуга народу, эта проблема намного большая, чем коронавирус. Поэтому нам коронавирус, я думаю, может быть дан, скорее всего, для облегчения, чтобы мы набрались сил в борьбе с этой зеленой плесенью. И последняя новость, которую я хочу вам сегодня рассказать. Меня очень порадовали, меня вызывали на допрос в СБУ. Мне, наконец, уже вручили документы, что мое дело идет реально в суд. В ближайшее время я буду вас знакомить с теми материалами дела, с которыми будет возможно. Я категорически убежден, что СБУ и ГПУ являются главными врагами действующего президента Зеленского. Поверьте мне, в этом судебном процессе он будет выглядеть настолько по-идиотски, настолько смешным, настолько глупым, недоделанным и каким-то безумным, что он позавидует Маруф. Я уверен, что благодаря Генеральной прокуратуре и СБУ, Зеленский будет выглядеть гораздо хуже, чем выглядел Маруф в своем клипе. Итак, друзья мои, подписывайтесь на мой канал, распространяйте, проверяйте, не упалили подписочки, и день-два я пишу следующий ролик. За нами не заржавеет.